Всем привет! С вами канал Готовим Дома и меня зовут Наталья. Сегодня я испеку очень вкусные, сдобные булочки с изюмом. Тесто мягкое, пышное, воздушное. Булочки получаются просто изумительные. С чаем, кофе, с молоком это просто объедение. Приготовим! Все продукты, которые нам с вами сегодня понадобятся, указаны на экране и в описании под видео. Тесто сегодня я буду готовить с использованием свежих дрожжей. Можно использовать сухие быстродействующие дрожжи, но в этом случае берите их в три раза меньше. Мы с вами для начала подготовим опару. Если вы используете сухие дрожжи, можете также их предварительно активировать в теплом молоке с добавлением сахара, оставить минут на 10-15, чтобы они у вас начали работать. Итак, давайте подготовим опару. Свежие дрожжи мы покрошим в миску и добавим столовую ложку сахара. Перемешаем дрожжи с сахаром. Теперь зальем их теплым молоком. Молоко ни в коем случае не должно быть горячим. Температура примерно 35 градусов. Сюда же добавляем 4-5 столовых ложек муки и все хорошенько перемешиваем. Все комочки должны раствориться. И теперь опару мы уберем в теплое место. Посмотрите, через 20 минут опара у меня выглядит уже вот так. Она очень сильно увеличилась в объеме, значит дрожжи у нас хорошие и свежие. Теперь мы подготовим все остальные продукты, а затем будем замешивать тесто. В яйца мы добавляем пол чайной ложки соли и оставшийся сахар. Все это хорошенько смешаем. Сюда же я добавляю растопленное сливочное масло комнатной температуры. И теперь, когда у нас все готово, опара вот так очень сильно увеличилась в объеме, будем вливать яично-масляную смесь в опару, все перемешивать, постепенно добавлять муку и замешивать тесто. На мой взгляд, у меня даже сегодня миска маловато, потому что опара уже скоро выйдет, по-моему, из берегов. Вливаем и перемешиваем. Теперь постепенно вводим сюда муку и будем замешивать тесто. Если тесто у вас еще очень липкое, когда вы начинаете вымешивать его, добавьте немного муки. Вот знаете, сколько раз пеку булочки, делаю все по рецепту, но муки уходит каждый раз разное количество. Это зависит от многих факторов. От качества муки, даже от размера яиц. Бывают яйца крупные, бывают яйца маленькие. То есть муки каждый раз уходит либо чуть больше, либо чуть меньше. Посмотрите, тесто я вымешивала минут 5, оно уже практически не лепнет. И теперь руки я смажу растительным маслом и домешу тесто до однородности и до такого состояния, чтобы оно у нас не прилипало. Ну, вымешиваю еще минутки 2-3. Посмотрите, вот такое в итоге у меня получилось тесто. Очень мягкое и совсем не липнет к рукам. Что теперь делаем? Берем глубокую миску и смазываем ее растительным маслом. Сверху тесто я тоже слегка смажу растительным маслом, чтобы оно у нас не заветривалось. Миску накрываем полотенцем и убираем тесто для подъема в теплое место на час-полтора. Тесто у нас должно увеличиться в объеме в 2, а то и в 3 раза. Через час у меня уже тесто значительно увеличилось в объеме. Рабочую поверхность я слегка припылю мукой и выкладываю сюда наше тесто. И чтобы было удобнее с ним работать, я разделю его на 2 части. Одну часть уберу обратно в миску, а из второй будем формировать булочки. Тесто я обминать сейчас не буду. Я сформирую из него жгут и разделю его на 8-10 равных частей. В зависимости от желаемого размера булочек. Из каждого кусочка теста я сформирую вот такой вот шарик. Подкатываем тесто вниз. И убираем на рабочую поверхность. Можно пока чем-нибудь накрыть наши кусочки теста, чтобы они не заветривались. Каждый шарик я раскатываю в прямоугольничек толщиной примерно 3 мм. Начинка может быть любой. Я покажу, как нравится мне. Тесто я смазываю тоненьким слоем сливочного масла. Масло комнатной температуры. Я его не растапливала, просто оно у меня постояло некоторое время на столе. Дальше я чуть-чуть сверху присыпаю сахаром, перемешанным с корицей. Я взяла 3 столовые ложки сахара и добавила чайную ложку корицы. Если вы сильно сладкое не любите, можете этого не делать. Можете сразу посыпать сверху изюмом. Можете даже не смазывать сливочным маслом, а посыпать изюмом и какими-нибудь сухофруктами. На ваш выбор. Но так как у меня булочки очень любит ребенок, а дети, как вы все знаете, любят сладкое, поэтому я присыпаю еще дополнительно сахаром. И сверху выкладываем изюм. Дальше аккуратно заворачиваем в плотный рулетик. Хорошенько скрепляем края вот здесь. Можно его раскатать немного. Вот такой жгут у нас получается в итоге. Один край я скрепляю и дальше жгут я разрежу пополам. И вот эти две части я теперь переплету и сформирую булочку. Заворачиваем в калач. Края скрепляем. И заворачиваем их вниз. Вот таким образом. В итоге у нас с вами получается вот такая вот симпатичная заготовка для булочки. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментной бумагой. У меня получилось 11 вот таких заготовок с изюмом. Изюма, как вы видите, я не жалею. Можно, конечно же, его растянуть на все количество теста. Но я остальные булочки сделаю просто с сахаром и с корицей. Теперь наши заготовки мы накрываем полотенцем, либо пищевой пленкой. И оставляем для расстойки на 20-30 минут. Прошло 30 минут. Булочки еще очень хорошо поднялись. Часть их я переложила на второй противень, потому что они у меня начали слипаться. Поэтому имейте в виду, оставляйте побольше места между булочками. Иначе, если вы отправите их в таком виде в духовку, они у вас просто-напросто слипнутся воедино. Что мы теперь делаем? Булочки сверху я смазываю сболтанным яйцом, чтобы они у нас были румяные, красивые. Духовку тем временем разогреваю до 180 градусов и будем отправлять наши булочки выпекаться на 20-25 минут. Вот такую вкуснотечу я достала из духовки через 20 минут. Теперь булочки я отделяю от бумаги и переложу их на решетку, чтобы они слегка остыли. Сверху булочки я накрою чистым полотенцем, пока они у нас остывают, чтобы они не подсохли и стали еще мягче. Ну вот, у меня все готово. Булочки суперские, тесто классное, мягкое. Мы идем пить чай, кто чай, а кто молоко. Ну а вы попробуйте приготовить такие булочки. Сами убедитесь, что готовятся они очень просто, а получаются обалденно вкусными. Я сейчас попробую разломить булочку и показать вам, передать, какие они получились внутри. То есть, насколько мягкое тесто. Вот это обычная булочка с сахаром. Посмотрите. Посмотрите, это просто сказка. Тесто наимягчайшее, воздушное. Просто-просто тает во рту. А это у нас булочка с изюмом и с корицей. Давайте посмотрим. Да просто фантастика. Попробуйте приготовить такие булочки для себя, для своих близких, для своих деток. Им точно понравится. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Готовьте с душой, с удовольствием и у вас обязательно все получится. Не забывайте подписываться на наш канал. Огромное спасибо, что вы нас смотрите. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok